Ни для кого не секрет, что каждая женщина мечтала бы стать актрисой или моделью. Именно поэтому конкурсы красоты не только не теряют популярности, а становятся более креативными. Этим летом прошел пятый сезон проекта «Краса Южного Урала», темой которого стал кинематограф. А на роль ведущего пригласили знаменитого актера Николая Наумова. Появление героя телесериала «Реальные пацаны» вызвало не меньший ажиотаж среди гостей, чем южноуральские красавицы. Задача для девочек была не только внешне выглядеть максимально как актриса, но и передать ее повадке, мимику, амплуан. Поэтому все девочки очень тяжело тренировались и работали над каждым образом. Задача была максимально воспроизвести образ той или иной актрисы. Любой конкурс красоты дает возможность получить новый опыт. Особенно для тех, кто в обыденной жизни привык заниматься работой, далекой от модельного бизнеса. Я думаю, что мы здесь себя раскрыли совершенно по-новому. Мы подружились с новыми людьми, мы научились многим вещам, научились танцевать. Самое главное – мы стали командой. И для меня, конечно, этот конкурс имел очень большое значение. У меня такое ощущение, что я перевоплотилась в нового человека, и я очень довольна, что приняла в нем участие. Знаете, мне очень понравился этот проект, потому что здесь очень хороший коллектив, организаторы. И я думаю, что нужно больше делать таких проектов, потому что они помогают раскрыть твою женственность, показать красоту. И это волшебно. Состав жюри на этот раз был женским. Представительницы судейской коллегии не понаслышке знают, что значит красота и как ее поддержать. Я вообще, честно говоря, впервые присутствую в членах жюри на таком конкурсе. Но считаю, что они просто необходимы, потому что они несут красоту. И если женщина красива, на самом деле она и счастлива, и все окружение вокруг нее тоже будет счастливым. И совершенству нет предела. Чем больше таких конкурсов, тем женщины, даже находящиеся в зале, что-то берут для себя. Это создается определенная атмосфера, которая в дальнейшем помогает нам идти по жизни с улыбкой. Задача организаторов – раскрыть в участницах внутренний потенциал и доказать, что каждая из них по-своему красива. Уральская столица с каждым нашим сезоном становится все культурнее и культурнее. И самое главное, что с каждым нашим сезоном становится огромное количество девушек, у которых душа расцветает, как большая, красивая, голландская, вкусно пахнущая роза. Девушек мы раскрываем. И во время проекта, благодаря нашей программе, девочки приходят как бутончики. И во время всего проекта они постепенно, постепенно, постепенно раскрывают. Сегодня у них пик. Сегодня они самые красивые, самые яркие, самые сочные. Не побоюсь этого, самые сексуальные, потому что в первую очередь проект о женственности, о внешней красоте, о внутренней красоте и красоты вот этого вот места. И на самом деле очень здорово, что в рамках проекта «Краса Южного Урала» мы можем дать хороший уровень и другим всероссийским конкурсам, которые проходят у нас здесь, в Челябинске. С этим полностью согласен ведущий проекта, большой ценитель женской красоты, актер Николай Наумов. Считаю, что на Урале у нас очень красивые люди, а девушки в особенности. Потому что у нас сложная география, к нам людей ссылали, большое смешение крови, очень круто. Устел познакомиться, мы в соседних гримерках, успел оценить. Я стою на сцене, объявляю их, с ними взаимодействую. Очень приятные, милые, интеллектуальные девушки. «Краса Южного Урала» на этот раз выбрала двух победительниц, но свой личный титул получила каждая из 11 участниц, поэтому юбилейный проект завершился в дружеской и теплой атмосфере. Кстати, 25 сентября стартует новый сезон проекта, темой которого будет «Космос». Регистрация уже началась. Спасибо.